Время подводить итоги. Итоги уходящей недели на главном городском. Ответы на самые важные вопросы в этом выпуске. Я Милана Урусова, здравствуйте. А вот о чем расскажу прямо сейчас. Об обучении в Сколково, благоустройстве единой набережной, строительстве медучреждений, бюджете Краснодара и не только. На каждый вопрос непременно должен быть ответ. Как прошла традиционная пресс-конференция мэра краевой столицы. Покажем. Все по закону. Торговые ряды у сеного рынка подлежат сносу. Что возведут на их месте? Покорители пространства и дегустаторы космической еды. Что чувствуют космонавты, когда ноги не касаются Земли? Мои коллеги в преддверии Дня космонавтики попробовали хоть ненадолго стать космопроходцами. Что из этого вышло, узнаете уже совсем скоро. Весна идет весне дорогу. Как хвостатые и пернатые встречают долгожданную теплую пору. Ночной итоговый выпуск новостей с самой обсуждаемой темой недели. Ведь если есть вопросы, то согласитесь, должны быть и ответы. Пресс-конференцию как раз и собирают для того, чтобы аккумулировать обсуждения. На накопившиеся вопросы представители журналистов, муниципальных, краевых, федеральных. В среду отвечал глава Краснодара Евгений Первышев. Обо всем подробнее в нашем материале. Около двух часов живого общения. Благоустройство, озеленение, генеральный план, строительство социальных объектов, плотность застройки. Вопросов у журналистов главе Краснодара Евгению Первышеву накопилось много. И это при том, что не скрывая своих решений и визитов, мэр каждый день рассказывает о своей работе и с экранов телевизоров, и в социальных сетях. Почти пять лет назад Евгений Первышев занял пост градоначальника. И сделано за это время немало. Учебе работа не мешает. Как раз новые знания могут явиться источником идей для воплощения их в городе. Вы часто участвуете в семинарах в Сколково. Наверняка проходите какую-то практику подобную в других мероприятиях. Насколько эта практика эффективна и используется в Краснодаре, например, города? Достаточно успешные курсы, которые проходят сотрудники администрации. Я вижу, что они идут на пользу. Более того, допустим, один из проектов, обсуждаемых сегодня достаточно часто, там проект «Семи улиц», мы его тоже вынесли из стен Сколково. Улиц в Краснодаре гораздо больше семи. И, наверное, по каждой из них проезжают автомобили. А на некоторых еще и паркуются. Рядом также делают другие машины. Евгений Алексеевич, что будем делать с эвакуаторами, с вот этим коллапсом машин, которые стоят в три-четыре ряда, по центру проехать невозможно, по микрорайонам проехать невозможно? Спасать надо город. Я с этим согласен. Запустили, и работа эта началась. Работа мобильных камер, мы синхронизировали систему с ГИБДД. Постоянно в контакте работаем сегодня с нашей государственной автоинспекцией. Мы пошли оштрафовать этих водителей. Сейчас усилится рейдовая нагрузка на сотрудников ГИБДД. Начнутся серьезные претензии к нарушителям правил дорожного движения. Параллельно мы будем работать с мобильными комплексами по этим нарушителям. А из центра города дороги ведут к его окраинам. Им уделять внимание нужно не меньше. Еще один журналистский вопрос об этом. Добрый день, Екатерина, деловая газета «Юг». В январе стало известно, что проект новой набережной в Краснодаре прошел государственную экспертизу. В какой стадии сейчас находится проект и когда стартует первый этап благоустройства? Проект состоит из двух частей. Первая часть – это строительство берега укрепления от Рождественского парка до Тургеневского моста. Он состоит из 13 этапов. Действительно, мы сделали проект, защитились уже в экспертизе, прошли отбор. В этой части есть и поддержка губернатора Краснодарского края. Рассчитываем, что в этом году будет дан старт работ по строительству берега укрепления. Определены границы земельного участка в целом. Они уже у нас закадастрированы. Те, которые отойдут под территорию благоустройства. И по самому проекту благоустройства мы сейчас определяемся, приблизительно смотрим резюме различных компаний, потому что благоустройство должно быть выполнено на самом высоком уровне. Это действительно должно стать украшением города. Поэтому анализируем, готовим конкурсную документацию. И уже, может быть, в этом году нам получится отыграть уже непосредственно конкурс на проектно-изыскательские работы по самому проекту благоустройства набережной. Уже известно, что Евгений Первышев осенью покинет пост главы города. Журналисты еще раз поинтересовались о планах руководителя муниципалитета. Татьяна Захарова, аргументы и факты. Евгений Алексеевич, скажите, есть ли у вас планы на ближайшие полгода до выборов Госдумы в городе? Планы все на сегодняшний день намечены. Они находятся в реализации. Мы их не скрываем. Все их, как вы прекрасно видите, никакой остановки абсолютно нет. И строительство социальных объектов, и строительство дорог, и комфортная городская среда. Тот же самый народный парк. Завершаем уже все работы, связанные с развитием и строительством парка в молодежном микрорайоне. У нас готовность уже очень высокая. Сейчас будет рейтинговый отбор по комфортной городской среде. И я очень рассчитываю, что люди сами молодежного микрорайона активно проголосуют. И уже получат, соответственно, свою зеленую зону. Напомню, тоже эта зеленая зона, 4,5 гектара, была возвращена в муниципалитет. Все абсолютно работы, которые велись до этого, они будут вестись, контролироваться. Вплоть до непосредственно дня голосования. До него еще больше пяти месяцев. Город все это время будет жить своей размеренной жизнью. А через три месяца в администрации Краснодара состоится очередная пресс-конференция главы краевой столицы. Виталий Молчанов, Михаил Дроздов, Денис Целуйко, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Город меняется стремительно и, конечно, в лучшую сторону. Благоустраиваются парки и скверы, возводятся новые или ремонтируются старые социальные объекты. К слову, реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре одобрил губернатор. На краевой планерке в начале недели озвучили результаты опроса горожан по поводу представленного проекта. Его поручил провести глава Кубани. Большинство проголосовало «за». Основным же вопросом стало развитие бюджета и экономики региона. Как собрать 300 миллиардов рублей собственных доходов в краевой бюджет в этом году? Такую задачу поставил глава Кубани. Планка вполне выполнимая, ведь даже после всех потрясений прошлого года экономика края не только восстановилась, но и заметно выросла. Об этом можно судить по итогам первого квартала. Вениамин Кондратьев отмечает, что показатели даже лучше, чем в допандемийный период. Рост поступления в бюджет, конечно, говорит о том, что у нас устойчивая экономика региона. Мы уже за первый квартал мобилизовали в бюджет края практически более 70 миллиардов рублей. Это больше, даже чем за аналогичный период прошлого года, не пандемийный период. Беусловно, уже можно смело сказать, что экономика края восстановилась. Здесь, безусловно, мы говорим о развитии экономики. И вот здесь мы должны понимать, мы поставили себе задачу, что мобилизовать в казну должны не менее 300 миллиардов рублей. Коллеги, это не менее. Каждый муниципалитет, коллеги, для этого должен обеспечить рост поступления в бюджет не менее чем на 105%. Коллеги, это как минимум 105%. Тогда мы превысим эту планку в 300 миллиардов рублей, однозначно превысим. Свою миссию выполнил утвержденный губернатором антикризисный план. От точечных решений, как спасти экономику, краевые власти переходят к системной работе над пополнением казны. Одно из предложений – ставить на налоговый учет субподрядчиков, выполняющих госзаказы в крае, даже если они зарегистрированы в другом регионе. Для этого принято решение снизить банковское сопровождение контрактов с миллиарда рублей до 100 миллионов. А значит, получить информацию о том, кто именно строит, ремонтирует или поставляет товары для краевых и муниципальных заказчиков. Есть договоренность с налоговой службой незамедлительно сообщать любую информацию по исполнению контрактов. Если вы видите, что там субподрядные организации не краевые, сообщать налоговую, они будут применять комплекс мер по принуждению, постановке их на налоговый учет. Даже если они зарегистрированы не на территории края, то априори срок строительства более месяца любого объекта стоимостью 100 миллионов рублей. И они здесь должны становиться на налоговый учет и уплачивать налоги у нас в крае. Растущие доходы позволяют увеличивать и расходы. В том числе выросли и субсидии из края в районы. В этом году на различные, в первую очередь, социальные проекты будет направлено на 500 миллионов больше, чем в прошлом. Объем перечислений превысил 33 миллиарда рублей. Губернатор поручил своему заместителю проконтролировать своевременное получение этих денег местными властями. Составляющая успеха коллеги в строительстве школ, детских садов, капремонте поликлиник, благоустройстве парков, скверов, спортивных объектов, строительства новых и ремонт старых, существующих. Это все задачи муниципалита, в том числе вместе с нами. И на это все нужны деньги. Поэтому, конечно, вот такая серьезная составляющая, еще раз подчеркиваю, субсидии межбюджетных трансфертов муниципалитета. 33,7 миллиарда рублей. Игорь Петрович, мне важно, чтобы мы своевременно распределяли и субсидии, и трансферты, чтобы деньги своевременно приходили в муниципалитеты. Естественно, коллег из муниципалитетов оставалось время на то, чтобы и торги провести, и работу успеть выполнить, чтобы они могли качественно их освоить. Поэтому вас прошу, обязательно контроль, своевременное доведение средств. Неважно, что это будут субсидии, межбюджетные трансферты до муниципалитета. Эти деньги предназначены для строительства школ, детских садов, центров единоборств, ремонт дорог, которые необходимы жителям городов и районов. Еще одним вопросом планерки стала реконструкция кинотеатра «Аврора» в краевой столице. Мэр Краснодара озвучил результаты опроса местных жителей по поводу проекта обновления значимого объекта. Большинство опрошенных на сайте госуслуг горожан идею и эскизы поддержали. Спросить мнение жителей по поводу реализации проекта было поручением Вениамина Кондратьева. По вашему поручению была поставлена задача по кинотеатру «Аврора» провести нам опрос жителей города Краснодара. Вот уже опрос мы полностью завершили, он проходил у нас на сайте госуслуг. В итоге 96% населения проголосовавших, а это больше 6500 человек, 96% полностью поддержали ту концепцию, тот проект, который обсуждался у вас непосредственно на совещании, которое вы проводили вместе с инвестором Сергеем Николаевичем. Я на самом деле хочу сказать интереснейшее, современнейшее проектное решение, уже новая подача «Авроры», иначе как не скажешь. Я поэтому просил, чтобы горожане высказали свою точку зрения в отношении этого проекта. Если горожане поддержали проект, вот такой новой «Авроры», то, безусловно, никто и ничто не может помешать реализации проекта. Поэтому, пожалуйста, продолжайте уже дальнейшие действия, связанные с реализацией уже вот этого проекта. Я уверен, город получит очень новый, качественный, современный урбанистический объект. В завершении обсудили помощь Кущевскому району в закупке автобусов для спортивных школ. Старые свои отслужили, детей приходится возить на машинах сторонних перевозчиков. В экономическом блоке обещали средства на это поискать. Тем более, что деньги в бюджете есть. И еще немного о благоустройстве краевой столицы. Оно ведь заключается не только в том, чтобы строить, но и сносить. Незаконные строения, конечно. Таковыми признаны павильоны на пересечении Октябрьской и улицы Калинина. Торговые ряды возле цирка убирают по решению суда. На их возведение не выдавалась разрешительная документация. А земельный участок не был предназначен для строительства. Магазинами владели 11 предпринимателей и юридических лиц. Собственники не исполняли решение суда. В последующем администрация предъявила в арбитражный суд заявление о взыскании с них неустойки за неисполнение решения суда. И после этого собственники начали добровольно исполнять решение суда. Площадь рынка составляла более 700 квадратных метров. После того, как торговую галерею демонтируют, территорию отдадут под строительство остановочного комплекса. И как же подводить итоги пятидневки без главной трамвайно-дорожно-городской новости? На этой неделе началось движение по новому разворотному кольцу на перекрестке улиц Солнечной и Московской. Как это было, что предшествовало и какие дальнейшие планы, расскажет уже постоянный гость строителей и водителей Роман Макропола. Вот и настал долгожданный день. Трамвай пошел. А вместе с ним и машины. Движение по разворотному кольцу теперь не только возможно, но и активно идет. Впрочем, также активно автомобилисты начали осваивать открытую во всех направлениях проезжую часть. С некоторым опережением графика стал слышен стук колесных пар по новеньким рельсам. Наконец-таки вернулись трамваи сразу пяти маршрутов. Пятерка, восьмерка, пятнадцатый, двадцать первый и двадцать второй трамваи вернулись в привычную для себя среду обитания. Именно на перекресток Солнечный и Московская. Трамвай номер ноль ушел туда, откуда не возвращаются в историю. Работы, впрочем, еще достаточно. Пока это только технический пуск в эксплуатацию. Некоторое время рельсы будут понемногу просаживаться. Вместе с ними и грунт. Притрутся к колесам рельсы, а контактная сеть к пантографам. Уже завтра появятся временные остановочные пункты. А через две недели – постоянные. Тогда же ту часть рельс, что пересекает дорогу, оденут в асфальт. Раньше нельзя, грунт еще не просел. Специалисты уверяют – дальше легче. Данный участок при производстве работ был из всего объекта самый сложный. То есть были самые глубокие коммуникации, самые большие диаметры. И все находилось в одном месте на перекрестке. Но данный участок проследали, что уже будет попроще. Глава Краснодара Евгений Первышев в очередной раз проверил ход работ на выездном заседании. Теперь вопросов не осталось. Все сделано качественно и в срок. Считавшееся спорным решение по началу работ именно с перекрестка оказалось правильным и верным. Можно было бы, конечно, начинать с укладки непосредственно полотна и вести строительство трамвайной линии по улице Московская. Но в любом случае мы бы к этому перекрестку вернулись. Поэтому здесь необходимо было сделать переустройство разворотного кольца. И, безусловно, переложить все непосредственно инженерные коммуникации, чтобы сюда уже больше не возвращаться. Надеюсь, работа выполнена таким образом, что несколько десятилетий больше мы этот перекресток трогать не будем. Вместе с вчерашним заходом солнца зашли еще и две эпохи. Первая – маршрут без кондуктора, без билетов, без оплаты, но с пересадками. И вторая эпоха – эпоха автомобилистов. Безраздельно и единолично правили они на этом пятачке земли больше трех месяцев. Теперь же водителям, пересекающим перекресток на Московской, надо особенно внимательно смотреть по сторонам. Автолюбители, помните, на перекрестке Солнечной Московской опять поселились большие трамваи. Поэтому будьте аккуратны при его пересечении. Возможно, вы от них отвыкли, а вот они от вас нет. Роман Макропула, Михаил Дроздов, Александр Сенников, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». От медицины до спорта. Какие только вопросы не решались губернаторам Краснодарского края. О каждом узнаете в нашей отдельной подборке региональных новостей. Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы готов более чем на 50%. Реализацию крупных региональных проектов обсудили во вторник на совещании, которое провел глава региона. Строительство медицинского учреждения ведется по графику. Первых пациентов корпус должен принять в июне текущего года. Также в Краснодаре продолжается работа по созданию медкластера. В нем разместится крупнейший на юге России онкологический центр. За последние три года на Кубани возвели 30 многофункциональных спортплощадок, 23 спорткомплекса шаговой доступности, а также 4 бассейна и 3 универсальных спорткомплекса. Профессионалов и любителей на Кубани около 55%. Это почти 3 миллиона жителей Краснодарского края. Регион считается одним из лидеров по этому показателю. Во вторник, в Международный день спорта, Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани, приобщившихся к активному образу жизни. В среду верующие отмечали Благовещение Пресвятой Богородицы, один из 12 главных православных праздников. Жителей Краснодарского края поздравил губернатор. Вениамин Кондратьев неоднократно на встречах с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Павлом говорил о необходимости сохранения традиций русской православной церкви. В последние годы в регионе активно строят новые храмы и уделяют особое внимание молодежи. Радоницу, выпадающую на 11 мая, губернатор предложил сделать нерабочим днем. В торжественном прохождении войск 9 мая в Краснодаре примут участие больше полутора тысяч военнослужащих. В их числе будут подразделения 49-й общевойсковой армии. Подготовку к мероприятию обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и командующий объединением Яков Рязанцев. В составе соединений служит немало кубанских призывников, чей уровень высоко оценивают в армии. Впереди 12 апреля. А значит, вся страна будет отмечать День космонавтики и, судя по следующей новости, получать подарки. Кто не хочет космические часы Юрия Гагарина? О них мечтают не только дети, но и взрослые. А достаться могут они именно вам. Точную копию наручных часов в марке «Штурманские» получит победитель космического диктанта, который состоится 11 апреля по всей России. Что нужно сделать? Заранее скачать анкету участника, зайти на один из ресурсов, ведущих прямую трансляцию с ВДНХ, вписать ответы на 30 вопросов диктанта и до 13.30 по московскому времени отправить их на электронную почту. Допускаются два варианта. Файл с вписанными ответами с помощью компьютера или фотография распечатанной анкеты с вписанными ручкой ответами. Во втором случае качество фотографий должно быть высоким, а ответы написаны разборчивым почерком. По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос». К слову, 12 апреля исполняется 60 лет со дня космического полета Юрия Гагарина. Напомню, он был первым человеком, который вернулся живым из опасного путешествия. Моя коллега Татьяна Зеленова пыталась понять, насколько велика вероятность ей стать космопроходцем. Привет, Таня. Привет, Милана. Ну что же, Таня, твоя мечта в принципе может исполниться. И чего нам ждать от твоего специального репортажа? Ты знаешь, как сказал мне инструктор аэродинамического комплекса, прослабьтесь и получайте удовольствие. Этот сюжет мы готовили совместно с нашим коллегой Романом Макропула, и он получился легким, практически невесомым. Но не таким, как работа космонавтов, где ошибки просто недопустимы, а любая неточность может стоить жизни. Я так понимаю, что после ваших экспериментов с Ромой, ваша мечта о звездах немного так поплекли. А это ты сейчас узнаешь из специального репортажа. Тогда, думаю, пора уже начинать его смотреть и делать выводы. Что чувствуют космонавты, когда ноги не касаются Земли, а невесомость? Как это? Ощутить такое можно только за пределами нашей планеты. Увы, это удовольствие слишком дорогое. Но я нашла здесь, в Краснодаре, интересное место, где смогу, словно космонавт, подняться вверх. Как выглядит аэротруба, вы, конечно, знаете. А знаете ли, что скорость воздушного потока в среднем 180 км в час? Это в два раза больше допустимой скорости автомобиля на трассе. Поэтому новичкам без инструкторов такую ракету нельзя. Даже при незначительном изменении положения тела вас может унести вверх или перевернуть. А вернуться в исходное положение самостоятельно будет сложно. Но под присмотром профи волноваться не о чем. Пока один работает с вами, другой регулирует интенсивность потока. Это просто огромный фен. Огромный фен. Стоит винт, нагнетает мощный поток воздуха, который держит нас за счет нашей площади. Площади нашего тела. Полетать в аэротрубе может каждый, абсолютно любого возраста. По закону с 4 лет и до бесконечности. Главное ограничение по здоровью является привычный выбор плеча. Это заболевание опорно-двигательного аппарата. Также не рекомендуется беременным, страдающим эпилепсией, либо с какими-то серьезными сердечно-сосудистыми болезнями. Сергей, расскажите, какие ощущения возникают во время полета в аэротрубе? Я предлагаю вам пойти и попробовать. Но для начала меняем наряд. Снимаем все украшения и затягиваем шнурки потуже, а кончики обязательно прячем внутрь. Теперь на инструктаж. Ведь общаться с инструктором мы будем, как настоящие космонавты, жестами. Еще бы, ведь шум в трубе такой, будто феном задувают прямо в ухо. А значит, кроме шлема, есть еще один обязательный атрибут – беруши. Опускаем забрало и… И… в долгожданный полет. Смысл здесь, конечно, не такой, как при полной невесомости. И, как оказывается, он больше подобен прыжку с парашютом. Но для меня это не важно. Важно, что я парю и ощущаю полную свободу. Особенно интересно, когда поднимаешься вверх. Ведь для нашего тела, привыкшего тянуться вниз, непонятна такая смена направления. Самое важное, что… Это было просто невероятно вообще. Ты находишься в воздухе, не понимаешь, что тебе делать. Камя на каме тебя постоянно унесет вверх. И ты просто не знаешь, что с этим делать. То есть мы действительно пытаемся интуитивно всегда опуститься на землю. Не надо этого делать, ребят. Ведь все самые знаменитые открытия свершались именно тогда, когда люди выходили за строгие рамки. Такая уж она, фантазия, требует полета. А пока я училась летать, мой коллега Роман Макропула тоже вживался в роль космонавта. Тестировал то, без чего не обойтись ни на Земле, ни в космосе. Без еды. Специально для него наши коллеги из интернет-редакции неизвестным образом достали настоящие космические обеды в тюбиках. Как на Байконуре. На другие бы Роман просто не согласился. Мало кто знает, но в этой жизни я люблю три вещи. Покушать, бабушку и космос. И сегодня две из них мы совместим. Гороховый суп, пюре с курицей, свинина с овощами и даже картошка фри. Все это он пробовал в течение недели и делился своими впечатлениями с вами на нашей страничке в Инстаграм. Как я и говорил раньше, космос это не только ответственно и героически, но еще и невкусно. Хотя фруктовое пюре с творогом ему пришлось по нраву, но и оно не смогло подкупить Рому и разжечь в нем желание покорять соседние галактики. Так что в космос мой коллега полетел бы только за деньги и с весомым запасом вкусной еды. Вот только так ракета точно не взлетит. Пока мы готовили этот сюжет, смех на съемочной площадке практически не прекращался. Особенно, когда мы все вдружно взживались в предлагаемые обстоятельства и подбрасывали разные предметы в надежде, что они не упадут. А я, наблюдая за съемками, подметила еще кое-что, без чего бы Рома точно ни за какие ковришки не покинул нашу планету. Любимый гараж и спасительные ключи от него. Временами для того, чтобы выжить в космосе, понадобятся ключи от гаража. Господи, первый раз что-то вкусное. К слову, у меня тоже есть то, без чего я ни за что не полечу в космос. Дорогая, любимая косметика. Да и вообще, полеты в космос – дело слишком серьезное. Спецподготовка, долгое восстановление после полетов, да еще и пустой желудок и отсутствие косметики в придачу. Какое же счастье, что у нас, Рома, есть коллеги, благодаря которым мы можем, не покидая Краснодара, ощутить себя космонавтами и немножечко прикоснуться к мечте каждого советского ребенка. Татьяна Зеленова, Роман Макропола, Дмитрий Кислицын, Елена Коренкова, Алексей Товстенко, Роман Недельский и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». Прямо сейчас небольшая рекламная пауза, сразу после продолжим. Не переключайтесь. В каком формате в этом году пройдет 9 мая? Будет ли парад на главной городской площади? Расскажем. Вернут ли в школах к краевой столице шведский стол по краснодарски? Подробнее о том, какое питание получают наши школьники, узнаете совсем скоро. Весна идет весне дорогу. Как хвостатые и пернатые встречают долгожданную теплую пору. Для тех, кто только что присоединился, напомню, это неделя в Краснодаре на главном городском. Мы продолжаем подводить итоги уходящей рабочей пятидневки. Меньше месяца остается до одного из самых значимых и важных мероприятий – Дня Победы. Глава Кубани поручил проработать организацию парадов 9 мая с участием ограниченного количества зрителей. Окончательное решение о формате проведения примут в конце апреля. Решающий фактор – эпид-обстановка. Вениамин Кондратьев в четверг провел заседание Оргкомитета Победы. В нем также приняли участие ветераны, правда, дистанционно. Как на Кубани готовятся ко Дню Победы во время пандемии, узнаете прямо сейчас. Заседание Оргкомитета Победы Вениамин Кондратьев проводит за месяц до, пожалуй, самого главного исторического праздника страны. Уже известно, что параду в Новороссийске быть, как и торжественному шествию в Краснодаре. Но в каком формате? Эпид-обстановка в регионе в последнее время вселяет оптимизм, что позволяет говорить о том, что праздничные мероприятия могут пройти с ограниченным количеством зрителей. В прошлом году у нас вообще не было никакого парада на нашей Краснодарской главной площади. В этом году мы приняли решение о проведении парада через Дня Победы на главной площади города без зрителей. Но я думаю, что сегодняшняя обстановка нам позволяет все-таки с определенным количеством зрителей провести его. Игорь Олегович, я тогда здесь вам поручаю продумать вариант, чтобы парад прошел с ограниченным количеством зрителей. В данном случае, еще раз подчеркну, принципиально важно, чтобы на параде были ветераны, участники боевых, локальных войн. В рамках социальной дистанции и всех необходимых требований могут быть зрителями на этом параде. Какая будет конкретная ситуация уже к концу апреля, коллеги, тогда мы еще раз соберемся, я думаю, и тогда точно примем окончательное решение. Нам важно сегодня сделать праздник праздником по-настоящему, но в то же время не допустить, не дай бог, никакого очага, в данном случае, либо вспышки заболеваний коронавирусом после проведения всех празднований. Безусловно, День Победы – это самый важный, самый значимый праздник для всех жителей нашей страны. И подготовка к этому празднику, она всегда осуществляется очень тщательно. И тому подтверждение сегодняшнее совещание, что заранее проговариваются все вопросы, которые предстоит решить, и при этом мы слышим о том, что ряд моментов уже в стадии решения. В прошлом году коронавирус внес досадные коррективы в изначальные планы празднования 75-й годовщины Великой Победы. Именно поэтому ветеранам Великой Отечественной войны так важно увидеть, как по улицам краевой столицы и города-героя вновь пройдет военная техника и пройдут парадные расчеты. Для тех, кто подарил нам победу, это дань уважения. Я очень доволен, что будет парад. И рад бы и посмотреть его. Потому что не знаю, сколько лет я могу жить, но уже 96 празднов. Конечно, мы жители города и ветераны с большим нетерпением всегда ждем Великого праздника Победы и Парада Победы. Но учитывая сегодняшнюю ситуацию, мы, Вениамин Иванович, понимаем вашу озабоченность о здоровье и нас, ветеранов и жителей. И мы поддержим любое ваше решение в проведении праздника. Спасибо вам огромное за такие слова. Вот вы готовы поддержать любое мое наше решение, а я готов поддержать любое ваше решение. Вот если вы готовы и есть желание прийти на парад, и естественно мы обеспечим вам так, чтобы вам было безопасно. Если это желание есть у вас, у любого ветерана. Для меня приоритетно ваше здоровье, здоровье и долголетие. Но если желание есть прийти на парад, мы вам все вместе не можем отказать и не откажем. Спасибо. Ваше предложение принимают. Так договорились. Дай Бог каждого. Чтобы это было еще много десятков лет, друзья, так хочется. То есть вы нам так нужны, нужны краю, нужны каждому из нас, нужны стране, друзья. Вот живите долго. Вы нам нужны. Это очень важно. Живые символы Великой Победы. По поручению губернатора торжественное шествие в Краснодаре будут транслировать в прямом эфире. Возможно, в режиме онлайн пройдет и акция, которая ежегодно объединяет сотни тысяч людей. Бессмертный полк. Формат проведения шествия также определяют ближе к 9 мая. Важно, что несмотря на некоторые коронавирусные ограничения, праздник все же состоится. Я обращаюсь к главам муниципальных образований. Максимально мы должны украсить празднично и наши скверы, и наши улицы, и мемориалы. Мы про них даже не говорим. Празднично украсить. Вот празднично. То есть праздник должен быть в каждом городе. Я уже не говорю про правую столицу. В каждой станице, хуторе, поселке праздник. Это самый главный праздник нашей страны. День Великой Победы. Поэтому я поручаю еще раз взять на личный контроль праздничное украшение всех населенных пунктов. Каждому ветерану, даже если он не сможет посетить парад, создадут атмосферу праздника. Как и в прошлом году, для них проведут адресные концерты во дворах. Помимо этого, для участников военных и боевых действий в мае состоится первый спектакль в отреставрированном театре защитника Отечества. Те, кто лично видел и пережил ужасы Великой Отечественной войны, с каждым месяцем становится все меньше. Самым младшим из фронтовиков сейчас до 90. И, как отметил на совещании Миньямин Кондратьев, государство обязано заботиться о них не только в канун майских праздников. В прошлом году по инициативе губернатора в регионе появилась новая мера социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и узников фашизма. Около 6,5 тысяч человек получили единовременные выплаты на ремонт и благоустройство жилья. В этом году на эти цели решено выделить еще 500 миллионов рублей. В прошлом году непосредственно участников боевых действий получили по 100 тысяч на ремонт. Давайте еще раз. В этом году ее повторим. Это же важно, что эти люди, по большому счету, смогут, по большому счету, исходя из возраста и в целом своих финансовых возможностей. Поэтому 500 миллионов в прошлом году выделяли. Давайте и в этом году выделим. Это 500 миллионов. До тех пор будем выделять, пока не отремонтируем всем ветеранам жилье. Спасибо. Это огромная, на самом деле, поддержка. И мы очень благодарны, если эта программа продолжится и в этом году, и в последующем. Но мы в прошлом году постарались максимально объемом. Конгрессия продолжится до тех пор, пока мы не отремонтируем каждому ветерану, подчеркиваю, жилье. Вот до тех пор оно и будет продолжаться. Сегодня в крае проживает около полутора тысяч непосредственных участников боевых действий Великой Отечественной войны. И за мирное небо над головой жители края обязаны каждому из них. И в продолжение темы. На заседании Оргкомитета Победа Пашковской переправы Краснодара было присвоено звание «Рубеж воинской доблести». Это звание – высшая степень признательности и мужества, стойкости и героизма, которые проявили защитники Пашковской переправы и всего Краснодара в годы Великой Отечественной войны. Напомним, мемориал построили в год 75-летия Победы. А ранее с просьбой о его создании к главе Краснодара Евгению Первушеву обратились ветераны. Решение о создании этого памятника было принято. И на месте, где в августе 1942-го шли ожесточенные бои между немецко-фашистскими захватчиками и частями советской армии, в рекордные сроки был возведен мемориал. Скульптура высотой около 10 метров выполнена из бетона и стали. В центре монумента усеченные формы – стелла с оголенной арматурой, как символ оборвавшейся переправы. Это место подвига и, без сомнения, рубеж воинской доблести. И это звание – дань уважения и благодарности. Идем далее. На протяжении одного дня, согласитесь, меняется многое. Так что уже говорить о неделе. Прямо сейчас расскажем о том, как и чем была наполнена рабочая пятидневка главы Краснодара. В Краснодаре заработал комплекс фото-видео фиксации нарушений. Эту тему в начале недели обсудили на главном городском совещании, которое провел мэр Краснодара. Важной темой на планерке стал и проект «Семь улиц». Новая клиника европейского уровня открылась в Краснодаре. В церемонии принял участие глава Краснодара Евгений Первышов. Он рассказал о сотрудничестве частных и государственных лечебных учреждений и перспективах развития отрасли. На улице Черкасской ремонтируют дорогу на выходных участок от Восточно-Кругляковской до Героев-разведчиков. Перекрыли, срезали верхний слой асфальтобетона. Здесь уже готовятся работать над ливневой канализацией, газовыми и тепловыми сетями. Глава Краснодара Евгений Первышов на месте предложил сократить сроки реконструкции магистрали. В микрорайоне «Юбилейном» на две трети готов трёхэтажный корпус 87-й гимназии. В новой постройке на улице Бульварное кольцо знания будут получать 300 учеников. А пока здесь завершается монтаж окон и внутренних инженерных сетей, идут отделочные работы. С существующей школой корпус соединит отапливаемая переходная галерея протяжённостью 67 метров. Сдать здание предполагается к началу нового учебного года, хоть строительство на личном контроле главы города. В администрации Краснодара в конце недели открылся муниципальный центр управления МЦУ. Трудятся здесь сотрудники постоянной действующей единой дежурно-диспетчерской службы. К ним подключился департамент информационной политики. Они обрабатывают и анализируют жалобы жителей в социальных сетях и поступающих через портал госуслуги. А затем передают их профилям специалистам. Это сокращает время на изучение вопроса и повышает скорость реагирования на проблему. Следующая новость касается маленьких жителей нашего города. Вкусно, полезно, разнообразно. Таков был вердикт комиссии, посетившей две краснодарские школы для оценки качества питания учащихся в школах номер 100 и 101. Напомню, ранее от родителей учеников этих учебных заведений поступали просьбы вернуться к так называемому шведскому столу по-краснодарски, когда каждый ребенок мог выбрать на завтрак или обед одно из трех блюд. От этой системы отказались после введения федеральной нормы по бесплатному питанию для всех учеников начальных классов. Мы, конечно, очень бы хотели вернуться к данной форме питания именно у младших классов. Но в связи с тем, что еще пока нет вот этих механизмов, каким образом, как правильно это считать и финансировать, мы не можем вернуться. И очень хотелось бы, может быть, поднять этот вопрос на более высоком уровне. И эта позиция понятна. Когда у детей есть выбор, что съесть на завтрак или обед, никто из них точно не останется голодным. У нас установлен график родительского дежурства. Мы можем прийти, посмотреть, горячее ли это питание. Но вот с сентября месяца еще не было холодного. Я мама двоих детей, младшей школы и старшей школы. Питание очень достойное. Спасибо вам большое. У меня дети накормлены, сыты. Я очень довольна. Спасибо. С удовольствием даже иногда могу приобрести что-то, купить. И у меня ужин уже на столе есть. Теперь и вы знаете, где можно научиться готовить вкусный обед для всей семьи. Отрадно, что детское питание в Краснодаре на высоком уровне. Тем важных много, но хотелось бы еще раз вернуться к прошедшей пресс-конференции мэра краевой столицы. Полная версия встречи с журналистами доступна на нашем ютуб-канале телеканал «Краснодар». Вопросов, повторюсь, было немало. Да и ответы не заставили себя ждать. Евгений Первышев был открыт к диалогу. Не верите? Смотрите сами. Я вам честно скажу, мне не стыдно за свою работу. Я спокойно гуляю по городу Краснодару с детьми в общественных местах. И я не прячу глаза. Даже бабушка, которая едет на рынок, покупает рассаду и возле своего дома высаживает цветы и делает комфортный свой дворик маленький возле подъезда, создает комфорт другим жителям. Это тот тоже почетный житель. Каждое озеро хочется сделать абсолютно непохожим друг на друга. Да и вообще здорово в центре города иметь такой каскад озер. Я думаю, я бы с удовольствием, допустим, не выезжая за город Краснодар, там взял бы своих сыновей, вышел бы на причал, поставил бы с удочкой, половил бы рыбу, которая должна быть в этих портах. В первую очередь нужно с себя начинать. Я думаю, все мы хотим город видеть красивым. Ну давайте просто не будем безразличными вообще к своему городу. Я думаю, что и результат будет. Жизнь не стоит на месте, а вместе с ней развивается и наш город. События последних дней были разными. Но обо всем по порядку расскажем в нашем дайджесте. 78 стихийных свалок ликвидировали в Краснодаре за время санитарного марафона, который приурочен к месячнику по наведению порядка и благоустройству во всех внутригородских округах. Он продлится до 25 апреля. Краснодарское водохранилище работает в штатном режиме, несмотря на продолжительные дожди и таяние снегов. Сейчас ежесекундно в русло реки Кубани сбрасывается 290 кубических метров жидкости. При том, что водохранилище спроектировано так, что пропускать за этот промежуток времени способно до полутора тысяч кубических метров. Так что ни весенний, ни летний паводки на данный момент опасности не представляют. Жители краевой столицы могут принять участие в акции «Краснодар. 10 тысяч деревьев». Ее первый этап – раздача саженцев – прошел на этой неделе. Их городу подарили меценаты нашего региона. Инициатива приурочена не только к месячнику по наведению санитарного порядка и благоустройства, но и к всероссийской акции «Сад памяти». На одном из краснодарских маршрутов появился новый автобус белорусского производства. Это новая модель автобусного завода, которую хотят испытать в реальных городских условиях Южной столицы. В течение трех месяцев пассажиры, водители и механики вместе с представителями завода-изготовителя будут присматриваться к новинке, выявлять все сильные и слабые стороны этой техники. И напоследок. Не знаю, как у вас, но у меня весна всегда ассоциировалась с зарождением новой жизни. Распускаются цветы, деревья надевают свои самые праздничные наряды, а птицы и звери выводят потомство. Все эти процессы проходят вокруг нас, но заметить их в потоке повседневности сложно. Однако даже в таких крупных городах, как Краснодар, есть островки спокойствия, где можно просто наблюдать за природой. Одно из таких мест – Краснодарский эколого-биологический центр. За зарождением новой жизни как в условиях дикой природы, так и в лабораторных. Наблюдала моя коллега Екатерина Лелюх. Ей слово. Весна – время обновлений. Здесь, в маленьком пруду Краснодарского эколого-биологического центра, тоже зарождается очередная жизнь. Пара лебедей уже окружила заботой своего будущего детенышек. К яйцу самец не подпускает не только посетителей и уток, но даже свое прошлогоднее потомство. Несмотря на то, что опасностей здесь гораздо меньше, чем в дикой природе. У нас здесь более спокойная обстановка, и они уже гнездятся на протяжении семи лет. Лебеди выводят каждый год потомство. Вылупляются у нас от двух до пяти штук. А так как подойти близко гнездующимся лебедям нельзя, увидеть их будущих детенышей очень хочется, то любопутствующие находят альтернативные способы. Для школьников, которые ходят в центр за новыми знаниями, организуют занятия, где дети могут самостоятельно изучить все биологические процессы. Биология. Мы рассматриваем особенности строения животных, растений в углубленном формате. И в качестве практики мы с детьми выращиваем некоторые породы кур. То есть у нас есть инкубаторы, в которые мы их закладываем, и через 21 день получаем уже потомство. Не все яйца годны для закладки в инкубатор. Для того, чтобы проверить их качество, мы их кладем в специальный прибор – авоскоп. И шаблоном мы измеряем пугу, воздушную камеру, она должна быть 4 мм. Это яйцо подходит для закладки. Мы можем положить его в инкубатор. В инкубаторе поддерживается определенная температура – 37-38 градусов. И влажность. Она должна быть примерно 60-ти процентной. На практике все эти знания усваиваются лучше. Для ребят это по-настоящему увлекательный процесс обучения. Я начала увлекаться биологией именно потому, что у меня много дома животных. Пришла сюда, потому что до этого когда-то сюда ходила моя сестра, и она увлекалась этим. Мне нравится это, потому что интересно очень. А когда появятся новые птенцы, дети смогут увидеть плоды своих трудов. И, возможно, для кого-то биология из школьного предмета станет делом всей жизни. Екатерина Лелюх, Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». Вот и все новости к этому часу. Их, конечно, могло бы быть еще больше, но времени не так много, чтобы рассказать обо всех важных и интересных событиях, как города, так и края. Но выход есть, и он прост, как дважды два. Скачайте мобильное приложение «Телеканал Краснодар» в App Store и в Google Play. Тогда «Главный городской» всегда будет рядом. Надеемся, оцените приложение, созданное с невероятной любовью к своим зрителям. А еще не прощаюсь, увидимся вскоре на «Главном городском». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова